Девушки отдыхают Здравствуйте! В эфире канала «Новый век» выпуск новостей. Меня зовут Анастасия Маслова. Коротко о главном. В микрорайоне «Спутник» проложена новая теплотрасса. Она уже обеспечивает теплом строящиеся дома. Как подать заявку, какую помощь в благоустройстве двора можно попросить у муниципалитета, какие призы предусмотрены. Чиновники рассказали журналистам о конкурсе благоустройства дворовых территорий и городских пространств вместе. Обычный автомобиль с инспектором за рулем. Сотрудники ГИБДД ведут скрытые наблюдения за обстановкой на дорогах Кызыла. Об этом и не только подробнее. В ноябре прошлого года в Кызыле был дан старт строительства тепломагистрали, который в перспективе увеличит число потребителей Кызылской ТЭЦ. Уже в декабре была запущенная теплотрасса длиной более 700 метров для подачи тепла в многоквартирные дома под номерами 12, 14 и 20 по улице Упсунурска в микрорайоне «Спутник». На сегодня первая и самая сложная часть работы выполнена. На строительной площадке побывала и наша съемочная группа. На строительной площадке по улице Упсунурска в микрорайоне «Спутник» проложена теплотрасса, которая уже обеспечивает теплом строящиеся четырехэтажные дома. Три из пяти многоквартирников были подключены еще в декабре прошлого года. Подача тепла производится путем врезки труб к системам Кызылской ТЭЦ. Да, СТЭЦ. Вот там 212-я камера по трассе. И вот от нее сюда запитка. Три дома подключены. И вот два дома, которые достраиваются, тоже введены, но там самой системы отопления нет. В дом введены и на циркуляцию поставлены. В настоящее время подрядной организацией были закончены земляные монтажные работы по устройству тепловой камеры, где расположился узел управления с балансировочным краном. Специалисты могут здесь же, не заходя в дом, отрегулировать температурный режим. Общая протяженность новой теплотрассы 1 километр 480 метров. К схеме работы теплосетей помимо строящихся домов подключилась и новая строящаяся школа на 825 мест. Строители уже приступили к завершающему этапу. Вот здесь уже все. Трубы провожены, опрессованы. Видите, гидроизоляция сделана. Вот сейчас привезли раствор. Будет стяжка по ней. При гидравлических испытаниях теплотрассы после сварки в разводящие сети подадут давление в 25 атмосфер. А после от внутренней камеры к системам потребителей пойдет давление в 16 атмосфер. Сегодня работы по укладке теплотрассы близки к завершению. Как уверяют подрядчики, осталось домонтировать 40 метров. Срок эксплуатации стальных труб в среднем 25 лет. Они могут выдержать до 7 баллов сейсмики. Тепловые сети у нас порядка 40 миллионов. Вот только тепловые сети. Благоустройство, по-моему, 112 миллионов. Пять четырехэтажных домов, где в каждой по 32 квартиры строятся по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Возводят многоквартирники две подрядные организации. Два дома строит местная организация «Титан». Сроки сдачи объектов переносились несколько раз. Началось в 2014 году, ближе, получается, октябрь месяц мы где-то зашли на участок, вскрыли котлован, ну и пошли там проблемы с привязками домов, потому что отсутствовали инженерные сети. Сроки два раза, по-моему, переносили. В прошлом году мы готовы были подать уже отопление в него, чтобы полностью все было выполнено. Ну, так как сети отсутствовали, тепловые, они только вот в этом году, получается, подрядчик «Сельстрой», они, получается, выиграли в ноябре месяце торги, вскрыли теплотрассу. Это 28 декабря я подал здание это, и месяц мы его дежурили здесь фактически, потому что промерзше все было. Эдуард Бабкин говорит, что с подачи тепла в дома работы на строящемся объекте сдвинулись с мертвой точки. Сейчас идет завершающий этап внутренней отделки. По плану, так вот у меня лично план 30 июля, по-моему, мы должны второй дом тоже завершить. Ну и я думаю, что к концу лета, 1 сентября, будут эти пять домов с благоустройством полностью выполнены. Все работы по укладке новой теплотрассы проводятся в целях оптимизации расходования теплоэнергии и повышения энергоэффективности городского теплоснабжения. Чинчика Шпуков, Буяна Юн, Илья Сапон, телекомпания «Новый век». Сегодня состоялась пресс-конференция по конкурсу благоустройства дворовых территорий и городских пространств вместе. Чиновники ответили на вопросы журналистов. Кроме того, обсудили новый проект. Напомним, в этом году по инициативе президента России было разработано и передано обсуждение населению страны новый проект формирования современной городской среды. Программа рассчитана на пять лет. По стране планируется освоить 21 миллиард рублей, автове 68 миллионов. От муниципального образования выделили 2,5 миллиона рублей. Эти средства планируется потратить на благоустройство дворовых территорий и на формирование современной городской среды. Диана Баян-Багус подробнее. Учитывая мнение населения, мы вышли с предложением в субъект, чтобы дополнили этот перечень такими видами работ, как устройство ограждений детских игровых площадок в целях безопасности детей, вертикальная планировка территории дворовой, так как у нас это требуется. Освещение, асфальтовое покрытие, скамейки, урны, ремонт дворовых проездов – это минимальный перечень благоустройства. В дополнительный перечень входит установка детских игровых спортивных площадок, озеленение придомовой территории и место отдыха для взрослых. Какими должны быть улицы дворы, места общего пользования будет решаться, учитывая пожелания жителей. После 20 апреля вот эти все поданные заявки, если они соответствуют и не соответствуют, будут рассматриваться общественная комиссия, которая вынесет решение, какие у нас дворовые территории попадут в этом году, в 2017 году. Все, что если не войдут, учитывая сумму, такая у нас предусмотрена, то оно автоматически переходит на следующие годы. В протоколах уже поданных заявок есть изменения. Активистам домов нужно их доработать. При подаче заявок учитывается соучастие собственников жилья. Сумма софинансирования собственников зависит от стоимости сметы – это 5-7%, но денежные средства можно реализовать и в трудовом виде. Всего в Пызыле домов без учета переселенцев 314, дворов – 234. Сегодня принято 35 заявок с макетами, фотоотчетом и другими документами. Из них уже рассмотрено 11 предложений и по ним составлена смета. Что касается общественных мест пользования, сейчас рассматривается проект молодежного сквера. Им занимается Тувинский госуниверситет, а также ряд других не менее важных проектов. Значит, получается так, что мы попросили Кызыльский район сделать межмуниципальный полигон и место отвели. Это, значит, в сторону Востой-юга, между М-54, прошлым, которая трасса была у нас, и угольным разрезом, там выбрано место. В данный момент три направления на ту сумму, какая она предусмотрена для города Кызыла – 22,5 миллиона на общественное пространство. Первое – это, конечно, отрабатывается сквер молодежный. Этот сквер у нас требует больших вложений. Ряд работ планируем в этом году. Естественно, ряд перейдет на следующий год. Рассматривается продолжение набережной, как велодорожка от дома номер 41 по улице Красных партизан до коммунального моста. И как предложение рассматриваем устройства общественные места. Это Московская улица, частично улица Кочетова, Красных партизан. Счетные чертежи уже в мэрии города Кызыла по приведению соответствия и проведению работ по благоустройству, в том числе и асфальтированию именно Ангарского бульвара. В рамках конкурса «Вместе» проводится и конкурс «Цветущий козыл». На призовой фонд в 2016 году было выделено 152 тысячи рублей, а в этом году – 400 тысяч. На увеличение фонда настоял городской хурал представителей. В этом году добавлено еще три номинации новых. Это самоустроенная территория предприятия общественного питания, магазина торгового, лучшее оформление фасадов, благоустроенная территория производственной базы. В прошлом году было принято, точнее, добавлено две новых номинации. Это лучшая улица, либо часть улицы, самая благоустроенная, и лучшее общежитие. Мы также постараемся принять участие в конкурсе «Цветущий козыл», говорит Тамара Егорова. Она здесь живет 60 лет. Бремя озеленителя двора возлагалось на ее плечи. В этом году женщина надеется на инициативность молодежи. Детскую качели хотели бы сделать, но не знаю. Это наша самоправа Лена, и как она все красила. Тоже житель нашего дома заборик вот этот сделал. Все сам, ну не все сам, но даже землю привезли на свои деньги. Заявки и предложения от жителей и организаций принимаются до 10 июля в департаменте городского хозяйства мэрии Козыла в кабинете 107. Телефон для справок 2-33-08. Диана Баимгуз-Буяна-Юн, телекомпания «Нойвек». Развитие туризма должно стать приоритетом в экономике муниципалитетов. Об этом заявил глава Тувы Шалбан Караул на заседании президиума республиканского госсовета. На нем говорили о том, с какими проблемами сталкиваются туристы, приезжая к нам в республику. Это недостаток мест для размещения, низкий уровень сервиса и транспортные проблемы. Предложено создать единый реестр туристических организаций республики, организовать курсы переподготовки и повышения квалификации работников туриндустрии. Но несмотря на проблемы, которые сейчас существуют, число туристов, пребывающих в Туву, с каждым годом растет. Прошлый год, например, 16-й год, мы с вами обозначили его под девизом «туинского гостеприимства». Наша ставка была сделана на традиции, на самобытность, и она, на мой взгляд, срабатывает. Несмотря на финансовые сложности, про которые обозначил, объем предоставленных в отрасли платных услуг вырос по сравнению с 2015 годом. Ну, тут цифры в абсолютных таких вот исчислениях, они выглядят скромненько. Ну, например, на 8,6 миллионов рублей больше, чем в 2015 году. Также на заседании высказали предложение по разработке интересных и привлекательных для туристов маршрутов, к примеру, Семь озер Тувы или Саянское кольцо. Завершая обсуждение вопросов развития туристической отрасли, Шалбан Караул еще раз подчеркнул, что Тува среди регионов России является уникальной жемчужиной, и туризм должен стать одним из приоритетов в экономической политике власти. Развитие этого направления должно основываться на четко сформулированном порядке действий на всех уровнях власти, начиная с муниципалитетов, которые напрямую заинтересованы в получении дополнительных доходов в местный бюджет. 1 апреля состоится грандиозное открытие магазина «Томфар» в торговом центре «Меридиан» по улице Ленина, 50. Для своих гостей сотрудники приготовили приятные сюрпризы. Первым 20 покупателям подарят дисконтную карту со скидкой 5%, а также бокал шампанского и сладкое угощение. Только в день открытия, 1 апреля, будут действовать скидки на весь ассортимент. С 10 до 12 часов скидка 20%, с 12 до 3 часов дня скидка 15%, и с 3 до 7 часов вечера скидка 10%. И о курсах валют. Доллар стоит 56,37 руб., а евро – 60,59 руб. А сейчас реклама, не переключайтесь! Пластиковые окна всем. 2-47-47. Город окон. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова, 85 и Жукова, 89. Стоимость квадратного метра – от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально? Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Увидел? Понравилось? Купил? В РБТ.РУ приобретая 3 предмета бытовой техники и более, вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.РУ Новый магазин «Замок» на Аюна Курсети 103. Защити свой дом и все, что в нем. Здесь вы найдете замок к любой двери. Замки. Аюна Курсети 103. В эфире новости мы продолжаем выпуск. В Козеле инспекторы ГИБДД ведут скрытое наблюдение. Все автомобили скрытого патруля оборудованы видеофиксаторами, чтобы запечатлеть момент нарушений на дороге. Уточняется, что штрафовать нарушителей такие экипажи не могут. Но информация об инцидентах и пренебрежении правил дорожного движения передается ближайшим постам ГИБДД. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Прекратить лихачество на дорогах и заставить водителей маршруток соблюдать правила – такова цель рейда, который провели козылские автоинспекторы. Во время скрытого наблюдения они еще раз убедились – пассажиры жалуются не зря. Рискованные маневры и телефонные разговоры за рулем – это далеко не весь список нарушений. 15 и 10. Маршрут 30. Газель белого света останови. Как пояснили в полиции, при выявлении в автомобильном потоке водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, совершающих опасные маневры и создающих реальные угрозы для других участников дорожного движения, полицейские по рации передают информацию ближайшим постам и экипажам ДПС, которые принимают меры для остановки нарушителей и привлекают их к ответственности. Скрытый патруль оснащен видеокамерой для фиксации нарушений и переносной рации для передачи информации экипажу ДПС, которые, в свою очередь, привлекают нарушивших водителей к административной ответственности. Подобные скрытые наблюдения ведутся не только во время рейдов, а постоянно. Они показывают, что в последнее время возросло число нарушений по пассажирским перевозкам. При скрытом наблюдении шансов на то, что авось инспектор не увидит, остается все меньше. И есть надежда, что недисциплинированные водители станут меньше нарушать правила дорожного движения. В утренние вечерние часы пик обстановка на дороге особенно нервная. Люди торопятся на работу, а водители микроавтобусов, кажется, вообще забывают о правилах дорожного движения, добавляя к известной формуле «время и деньги» еще одну составляющую – ДТП. Анастасия Маслов, Чичи Сабугабу, Яна Юнтель, компания «Новый век». Компания ТВ «Энергосбыт» ведет борьбу с должниками. Одна из мер – отключение электроэнергии и взыскание задолженности в суде. Так, из-за неоднократных нарушений по оплате задолженности за электричество агропромышленной компании «Энергетики» совместно с судебными приставами Тандинского района провели рейд по юридическим лицам, в отношении которых вынесено судебное решение о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. По решению суда потребитель должен был оплатить долг за электроэнергию в размере 240 тысяч рублей в начале этого года. Но так, как он этого до сих пор не сделал, энергетики совместно с судебными приставами провели арест на 14 голов крупного рогатого скота. Отключены были как товарно-молочная ферма, зерноток, пекарня и еще ряд объектов. Сотрудники ТВ «Энергосбыт» в настоящий момент разрабатывают комплексные мероприятия, направленные на установление местонахождения имущества крупных должников, на которые возможно обратить взыскание. И к другим новостям. 20 спортсменов, 3 тренера и 3 судьи отправятся в Грозное, где со 2 по 7 апреля пройдут чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В Чечне в юниорском первенстве примут участие 11 спортсменов из Тувы, в том числе 3 девушки. В соревнованиях старше 18 лет заявлено 9 кикбоксеров. Среди них именитые спортсмены и мастера спорта, которые завоевывали чемпионские медали России, Европы и мира. Ичисер Иглар, Сергей Оржак и Диана Доктугун. Глава Тувы Шалбан-Караул посетил тренировку членов сборной республики. Глава региона посмотрел тренировочный процесс, пообщался со спортсменами и с тренерами. Шалбан-Караул, всерьез увлекавшийся в молодости каратэ, поделился своими спортивными секретами. Также он пожелал спортсменам достойно выглядеть на ринге и отметил, что многое зависит от настроя, взаимопонимания с тренером, правильного распределения силы. По поручению главы Тувы члена сборной команды получает экипировку. Спортсменам выдана единая форма футболки с надписью «Тува – территория мужества». Кроме того, для них подготовлены специальные одежды для поединков на ринге. Далее наша рубрика «Новости» короткой строкой. Детский омбудсмен России Анна Кузнецова предложила наградить 4-летнюю девочку, которая прошла несколько километров зимой по Тувинской тайге за помощью для бабушки. Речь идет о премии Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», которую присуждают детям за смелые и бескорыстные поступки. Поступок должен быть оценен по достоинству. Девочка ради родных совершила подвиг, заявила Анна Кузнецова. В МЧС России также готовы представить ребенка к ведомственной награде за проявленное мужество, сообщается на сайте омбудсмена. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Призыв будет осуществляться вперед с 1 апреля по 15 июля. Вооруженные силы России будут призваны свыше 140 тысяч человек. Также глава государства приказал уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок срочной службы которых уже истек. По данным опроса, проведенного в ЦИОМ, более трети россиян хотели бы, чтобы их дети и внуки пошли в медицину. На втором месте в списке родителей – профессия военнослужащего. Более чем в два раза выросло количество тех, кто не видит ничего плохого, если ребенок станет механиком или машинистом. А вот лидировавшие, начиная с 90-х годов, профессии юриста или адвоката, а также экономиста или финансиста, потеряли своих поклонников среди родителей будущих студентов. В России с лета следующего года может быть запущена новая система учета электроэнергии. Так, Минэнерго России хочет снизить потери электричества и адресно воздействовать на неплательщиков путем дистанционного их отключения от сети. При этом модернизировать или устанавливать старые приборы учета могут запретить. По оценке Россети, розничный энергорынок России сегодня оснащен автоматизированным учетом на 9%. Пилотные проекты по новой системе электроучета реализуются в Калининграде, Ярославе и Туле. Сургут стал столицей экологической акции Всемирного фонда дикой природы «Час земли» в России в 2018 году. А в тройку лидеров вошли также Тамбов и Мурманск. Администрация Сургута в ближайшее время получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым, глотунным глобусом и узумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города. А в 2018 году представителя городской администрации пригласят на центральную площадку акции «Час земли» в Москве. И в заключение выпуска о погоде. Завтра в Казели ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3. Днем плюс 11, плюс 16. Ветер 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление 711 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гесметио в предстоящие сутки. В Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 6 градусов, днем плюс 2, плюс 7. В Бородане ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 4 градуса, днем плюс 2, плюс 6. На полке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром плюс 1 градус, днем 0, плюс 5. В Танцебе ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 8 градусов, днем 0, плюс 5. По всей трассе проводится дорожная работа и проезд удовлетворителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова